Итак, кто я такой? Я кей-менеджер в компании Комода в Одессе. То есть опыта у меня 10 лет в IT-сфере. Начинал с обычного, даже можно сказать, не тестировщика, а академика в тестировании. То есть у нас была академия в компании Селения, где полгода нас обучали в принципе, что такое тестирование программного обеспечения и как этим заниматься. После чего мы получили позицию тестировщик в компании. Ну и собственно это было началом карьеры. То есть через 2 года я уже в основном сориентировался, куда двигаться, куда расти. И мне всегда нравилось именно организационные составляющие, то есть как-то руководить командой, руководить результатом, отвечать за результат. И я поинтересовался, где можно найти позицию team-лида. Собственно успешно ее нашел и перешел работать в другую компанию. После этого перешел всем известный Люксофт, но на Украине. И там набрался достаточно серьезного опыта в проекте UBS. Но там уже организационных, там была больше организация процессов. То есть там скрам, тестирование в скраме, джайле. То есть достаточно интересная вещь. И вот с этой позиции у меня был такой, можно сказать, трамплин в небольшую компанию, но на позицию кей-менеджера, где у меня было 2 команды в подчинении. То есть проработав год в этой компании, тоже набравшись опыта, я перешел в Одессу. Собственно, компания Komodo, где была достаточно удручающая ситуация с тестированием в 2 проектах, 2 командах. То есть и так, почему я здесь? Отличная конференция, множество экспертов и коллег, с которыми можно обсудить детали, профессиональные достижения. Большое желание поделиться опытом, помочь страждущим тестировщикам освободиться от перегрузок. И, конечно, во время подготовки доклада это достаточно интересное ощущение, когда ты систематизируешь свои знания за достаточно длительный период времени, там год, два, три. И первый раз, конечно, в Питере очень интересно. Много наслышан, но еще никогда не был. Итак, зачем это вам? Сколько здесь тестировщиков? Поднимите руки. Ну, практически все. Вам этот доклад будет интересен тем, что вы узнаете, что можно предложить своему руководству, что можно улучшить. То есть какие-то вещи, которые облегчат вам работу. Сколько здесь менеджеров и тим-лидов? Тоже достаточно много. Вам будет интересно именно узнать, что делать. Я думаю, у вас есть уже власть, чтобы это изменить, внедрить и попробовать. А сколько здесь программистов? А что вы здесь делаете? Молодцы. Вы на этой конференции узнаете секретные вещи, которые обычные программисты не знают. Поэтому тоже, я думаю, большую пользу для себя отсюда вынесите. И теперь, конечно же, сколько здесь HR-ов? Шифруются, значит. Ну, если вдруг есть, они могут рассказывать, если что-то у вас внедряется в компанию, они могут на собеседованиях рассказывать, как у нас хорошо, какие у нас есть процессы. И наоборот спрашивать, какие процессы есть в других конторах. Итак, два года назад. Компания Комода, Одесский офис. То есть проект, основной, на который я пришел, там было два проекта, но первый был основной. Я сразу как бы подключился к самому, скажем, замученному тему, то есть тестировщиков. Общая структура – это 8 программистов плюс Team Lead, команда тестировщиков 6, плюс автоматизатор и плюс руководитель команды, дизайнер, менеджер проекта, продукт-оунер, который по совместительству или наоборот, вице-президент of development. Итак, основные проблемы в команде. Переработки перед релизом. Просто ужасные переработки. Был момент, когда команда тестирования работала подряд 48 часов. Утром пришли, через двое суток утром вышли, выпустили релиз. Это был рекорд. Так, команда истощена перегрузками и демотивирована. То есть, в принципе, когда ты уже вот это по сотому разу крутишь, уже никакого желания не то что работать, видеть ничего не хочется. У многих накопился неотгулянный отпуск за полтора года. То есть, например, Team Lead, команда тестирования, у нас его переманили в другую компанию, и он еще half-time работал с нами чуть ли не полгода за вот этот невыгодный отпуск. Ну, официально. Да, и в принципе настолько накопилось. И, конечно же, пропущенные баги в релизе и в испуск сразу нескольких hotfix. Какие проблемы, то есть, с ретестом, овертаймами. Ну, соответственно, когда уже в таком состоянии, ты не замечаешь элементарные ошибки. Итак, проблемы планирования. Время на тестирование не считается. Вообще. То есть, вот что-то сделано, вы протестируете. Новые фичи во второй половине спринта, когда уже, в принципе, основной девелопмент закончен. Но вот продукт-оунеру захотелось, и он там с ноги вбивает несколько хороших таких жирных фич, которые мы обязаны сделать. Ну, никуда не денешься, это продукт-оунер. И автоматизация не планируется. То есть, делаются какие-то там основные вещи. У нас десктопный продукт, поэтому это больше инсталляция на большинстве систем, основное покрытие, которое, как ни странно, очень редко приносит нам какие-то критичные баги, так как в основном на всех системах там очень редко что-то валится, то есть, все равно проверяется вручную. Проблемы отчетности. То есть, грубая отчетность в таблицах со стороны тестирования, там функциональные блоки, что, какая ось, без детализации. Покрытие функционала тест-кейсами практически отсутствует. Там основные сценарии, и то больше в голове, там, middle cave, которые там уже работают дольше. И очень медленная система ведения багов. Если кто-то слышал трак, при определенной нагрузке, вот там у нас было, уже не помню, около 10 тысяч айтемов, изменение тикета, бага занимало, вот ты изменил, нажал кнопочку сохранить, оно 10 секунд грузилось. То есть, это не просто раздражало, вообще пропадало желание, будешь что-то менять, или, там, менять уже сразу все. Вот так. Договоренности о моей роли в проекте. То есть, я организовываю процессы тестирования, обеспечиваю эффективную работу команды, чтобы QA, в принципе, начали нормально, эффективно работать. Команда должна быть мотивирована, качество релизов улучшается, хотфиксы сходят на нет. Конечно, с такой задачей справиться без каких-то прав невозможно. Поэтому мои требования, я имею право влиять на даты релизов спринтов, я имею право планировать загрузку команды, я имею право изменять и внедрять новые процессы в проекте. То есть, в принципе, руководство на это пошло, так как надо было исправлять ситуацию. Итак, начнем. Первый шаг. Что надо сделать? Оценить время для текущего тестирования. То есть, текущий список тестирования, плюс экспертная оценка по времени. Сколько времени на данный момент занимает их тестирование? То есть, для меня максимально удобный бесплатный инструмент – это спрятшит и Google. То есть, электронные таблички, они очень удобны тем, что можно сразу всей команде над ними работать, изменять одновременно. То есть, раскидал чек-лист и работаешь. И запись реально затраченного времени и корректировка эстимейтов. Выглядит приблизительно так. Модуль, какая-то часть, осойни и время, сколько он потратил на тестирование на одной оси. То есть, вот в таком виде у нас первые эти чек-листы были внедрены. И они сразу показали, что на тестирование уходит очень много времени, которое, конечно же, тестировщики отрабатывают вечером, ночью и так далее. Второй шаг. Планируем нагрузку на команду тестировщиков. Теперь создаем полный чек-лист по функционалу и оцениваем его по времени. То есть, у нас вот есть сначала начальный список, который мы постоянно тестируем, там тот же acceptance или regression. А теперь полный функционал и точно так же с экспертной оценкой плюс после прогона, там, корректировка эстимейта. И планирование тестов покрытия на acceptance следующего спринта. Новые фичи обычно вносят какие-то проблемы, изменения в старый код и возникают регрессионные баги. Если постоянно пользоваться одним чек-листом, понятно, эти баги найдены будут уже на продакшене. Поэтому мы ввели такое поле, как affected area, и программисты после своих изменений отмечали, какие это area это может затронуть в программе. Даже в одно время сделали огромную таблицу, где там все вот программисты, каждый что делал, он отмечал какие там area, список area, где затрагивает. В принципе, это достаточно интересно делалось в самом спредшите. Третий шаг. Планируем работу вместе с менеджером проекта. Первый – это проработка и согласнование планов именно с менеджером для согласования и планов на тестирование, и на development. Так как обычно там планировалась только работа программистов, но тестировщиков планирование не выделялось. То есть вместе сели, спланировали, отсекли и включали уже в итерацию, так как по договоренности я имел право на это влиять. Включение в итерацию реалистического объема задач. Четвертый шаг. Восстанавливаем силы команды тестировщиков. После такой ситуации, понятно, надо позволить им отдохнуть. В план забил, я забил в план один день в неделю на одного тестировщика, как выходной. То есть обязательно каждую неделю кто-то из тестировщиков один день отдыхает. За полгода они практически все свои нагуленные отпуска там по неделе, по месяцу, они выгулили. То есть в плане это было, конечно же, отражено. Планирование и контроль от Гула на следующие полгода. Вот, собственно, с этим планом я вышел и планировали вместе с ним. И принудительная отправка в отпуск, если сопротивляются. Ну, это бывает. Иногда есть трудоголики. Измеряем и фиксируем velocity команды. Кто знает, что такое velocity? Velocity. Вот в Scrum Agile. Ну, руки поднимите. Что-то маловато. Или со Scrum не работаем, или стесняемся. Хорошо. Кто знает, что такое story point? Ну вот, velocity изменяется в story point. Можете соединить эти две вещи. И чем story point отличаются от часов? Знаете? Вот я когда проходил сертификацию на Scrum Master, мне Крейг Ларман рассказывал, что нет никакой корреляции в принципе. Но, к сожалению, по прошествии там нескольких лет работы в разных проектах, я понял, что все равно приходится коррелировать. То есть в идеале там Scrum это только сложность задачи, но на самом деле все равно приходится хотя бы там каким-то образом коррелировать со временем. Ну, от этого уйти для правильного планирования, реального планирования практически невозможно. Итак, оценка всех задач в story point для изменения производительности. То есть раньше там даже в MS Project что-то планировали, там по времени прикидывали и, понятно, никуда не попадали. То есть вот ввели story point, ввели формальные вот эти вещи со Scrum и получилась такая как бы картинка в Jira. Ну, мы используем Jira, там есть Greenhooper плагид для Scrum, и он автоматом это все считает. То есть в принципе это достаточно удобно. И самое главное, конечно, стоять недопустимость изменений во время спринта, то есть с менеджером проекта. Так как менеджер обычно лицо подневольное после product owner, и он там старается уговорить и команду, и тестировщиков, что это надо сделать, мы это успеем. На этот раз мы как бы выступили единым фронтом против product owner, чтобы изменений не было. То есть так как это было необходимо для нормализации работы. Шестой шаг. Обучаем product owner. Это, наверное, самый тяжелый момент во всей этой ситуации. Так как, например, в Luxoft на проекте UBS Scrum внедряли с той стороны, со стороны заказчика, и они прекрасно понимали, что они делают, зачем и для чего. Собственно, где сертификацию и проводили. Здесь product owner, в принципе, не очень интересовался, как это, что это, зачем, то есть ему надо результат. Поэтому первое, кто product owner, все знают, да? Человек ответственный за бизнес value этого продукта, который мы поставляем. Значит, донесение реальной ситуации. Мы показываем product owner, что сейчас творится на проекте. То есть вот тебе статистика твоих фейлов, вот тебе статистика ход фиксов, переработок. Нам необходимо эту реальную ситуацию исправить. Совместное решение с product owner о необходимости построить правильные процессы. В принципе, нам его получилось убедить, так как, в принципе, и development director с нашей стороны, и product manager были заинтересованы в этом. То есть мы, в принципе, убедили. И договорились формализировать работу и отчеты. То есть, что мы же не просто тебе говорим, что давай мы будем меньше делать, а мы полностью это формализируем, полностью покажем, как мы это делаем, что мы это делаем, и вы увидите, сколько времени мы на это тратим. То есть вы увидите реальный результат. То есть для того, чтобы не быть голословных, первым делом создали iteration time flow. То есть вот такая достаточно большая сложная таблица, но она была необходимым элементом для убеждения product owner. Вот здесь формализация проекта. Первое – это работа с product backlog. То есть как мы работаем? Берем, вот есть у нас какой-то product backlog. То есть первое – выбираем на sprint. То есть берем следующий айтем, оцениваем командой девелоперов. Если оно помещается в один sprint, добавляем в sprint. Вот, знаю, тут указочка работает. Если получается, добавляем в sprint backlog. И если это баг, так он сразу уйдет в фиксинг. Это на следующей части. И повторяем цикл, пока не набьем sprint backlog. Если не получается в один sprint, там, например, задача, там, очень большая user story, которая там больше спринта будет делаться, тогда необходимо ее разделить на задачки поменьше и декомпозировать. И добавляем эти айтемы в backlog как epic, то есть с несколькими user story. После того, как sprint backlog у нас сформирован, мы идем, мы запускаем в работу уже sprint backlog. Работу с sprint backlog. Берем, ну, тоже как бы циклично берем следующий айтем sprint backlog. Параллельно запускаем два процесса, имплементация на стороне девелоперов и создание драфтов тест-кейсов на стороне QA команды. После окончания идет informal testing, то есть проводим неформальное тестирование согласно уже написанным тест-кейсам, корректировка тест-кейсов и смотрим, если вдруг найден баг, вообще идея была в том, чтобы создать баг-free производство. То есть багов на этом этапе уже не должно быть. Поэтому, если вдруг найден баг, после имплементации, вот мы возвращаемся на предыдущий снах и добавляем его в product backlog баг. Если он очень приоритетен, он проходит по этому процессу и с этого момента он уходит вниз. То есть на фиксацию. То есть в implementation он фиксится и опять же проверяется тестировщиками. Если тестирование прошло и все хорошо, то есть QA выставляют estimation на эту user story. Сколько времени у нас займет фактическое тестирование этой фичи, этого функционала. То есть здесь я сделал такой жирный блок анализа. То есть проверяется приоритет, заестимееченное время фичи. Потом время на проверку affected areas, которые мы добавили в regression, потом время на acceptance этого и считается полностью время на это тестирование. Если это все хорошо ложится в один спринт, мы успеваем окончить и не аффектим релиз дату, мы закидываем этот, мы отправляем этот айтем в спринт backlog. То есть если нет, тогда мы добавляем в completed feature pack, какой будет в следующем спринте браться. То есть может быть такая ситуация, что есть большая user story, ее надо, и она не помещается, вот мы не успеем ее протестить, но мы вместо нее можем взять какую-то маленькую фичу и быстро ее закончить. То есть проходит этот же цикл через имплементацию. И вот следующая часть – это уже релиз. То есть в релизе у нас проходит фича freeze. Есть пачка фичей, которые мы уже закончили. Она проходит через QA и идет в acceptance и фича formal testing. То есть проводятся уже формальные тестирования, по которым мы будем отчитываться перед product owner, что вот у нас список фичей есть, и вот мы их протестировали, все тест-кейсы в них написаны. Если это баг, то есть тут уже очень сложная ситуация. Можем пофиксить этот баг вовремя, это exceptional кейс. То есть мы фиксим его. Если нет, у нас идет релиз-фейл. Причем на первые 2 или 3 спринта мы просто их пофейлили благодаря этому документу. Извините, слишком детализация, наверное, утомил чуть-чуть. Давайте перепрыгнем это. По схеме, думаю, есть кому интересно, пообщаемся потом в кулуарах. В общем, восьмой шаг. Внедряем удобные инструменты и наглядные для работы. То есть мы внедрили вот Jira с плагином для скрама в Jira плюс GreenHoopers. Дальше Wiki или Confluence у нас. И тест-менеджмент система. Мы выбрали тест-трейл за удобство. То есть здесь удобно планировать и product owner, и нам в GreenHoopers. Видно сразу вся работа. То есть кто над чем работает. Там, где сколько открытых, заестимейченных, в прогрессе, в тестировании и законченных Jira-айтемов. Дальше burn-down, который Jira автоматически считает. Очень удобно для отчетности. То есть первое, на что смотрел наш product owner, это на этот burn-down. То есть Jira его строил автоматически. В принципе, в любой момент он мог проверить. И еще внес логирование работы. То есть Jira позволяет там тоже каким-то плагином логировать работу. Это было необходимо, собственно, для отстаивания тестировщиков. То есть мы видели реально, сколько времени уходит на тестирование. То есть согласно вот этому логированию в Jira. Конечно, ребята немножко сопротивлялись, но и забывали логировать, но потом привыкли. Дальше страница проекта. То есть на консуэнсе там основные вещи. Roadmap, список спринтов, документация по проекту, который там есть, база знаний, тестовые покрытия. То есть это все должно быть доступно для product owner. То есть фидбэк пользователей, какие нам приходят с интернета. И, конечно же, список сотрудников с должностями конкретно на этом проекте. Эта информация постоянно в актуальном виде. Она постоянно обновляется, и product owner видит все, что мы делаем. Прозрачность работы в итерации. Это повышение доверия product owner. Вся информация актуальна, доступна в любой момент времени, как я сказал. Все отчеты собираются вовремя и структурированы, а все изменения задокументированы на соответствующих страницах на Вики. Страница спринта. То есть очень важная вещь, которая показывает, чем мы занимаемся в спринте. Дата начала, дата окончания, статус, ссылки на трекер, потом текущая работа команды тестировщиком, чем мы заняти. Так как я QA менеджер, я сделал полностью прозрачную работу тестировщиков. И ссылка на результаты ретроспекшена по спринту. Ну, это как бы минимум, который им необходим. Там QA вердикт по релизу и известные баги в релизе. То есть статистика тест-ранов, тест-рейл позволяет ее автоматом строить. Ну, это так. Дальше. Покрытие функционала тест-кейсами. В скраме это сначала… В скраме, в тест-рейле. Это сначала создание функциональной карты, потом описание неполного покрытия заголовками, создание интеграции существующих тест-кейсов в созданную структуру, так как у нас уже есть какая-то пачка тест-кейсов. Вот мы их сюда и интегрируем. Оценка времени на прогон тестирования по полному покрытию. Никто нам, конечно, его прогнать не дал, но, в принципе, у нас время на это было. И сколько времени необходимо. И планирование фиксированного периода времени на каждый спринт для написания тест-кейсов. То есть каждый спринт инвестируется какое-то время в тест-кейсы. Дальше идет отслеживание прогресса после каждого спринта. Сколько у нас тест-кейсов было добавлено. Дальше. Планирование автоматизации. Наиболее подходящие инструменты. Самые используемые тест-кейсы, которые постоянно нам баги приносят. Выбор наиболее трудоемких. То есть та же инсталляция. Оценка времени определения ROI в часах. Сколько времени мы экономим. Дальше. Continuous integration, конечно, для упрощения. Тот же Jenkins. И отслеживаем ROI и прогресс после каждого спринта. Процедура получения сайнофа. У нас была такая формальная вещь, что вот product owner ставит сайноф. Сделали просто страничку на конфлюенсе, где все соответствующие люди отмечали галочками, что вот я даю сайноф и убрали вот эту всю волокиту через переписки. То есть он увидел все отчеты, поставил свою галочку перед релизом, что да, я даю сайноф на этот релиз. Статистика по багам. Вот видите, у нас был такой пик багов перед, в каком-то, когда мы новый функционал релиз, что вот 500 багов было создано. И вот перед релизом мы там их согнали до 200. Там какие-то старые велись, которые уже там живут, наверное, год или два. То есть мы практически все вот эти новые баги согнали вниз. И дальше идет тренд к уменьшению. Дальше. Мотивация сотрудников. Это перформанс диалоги плюс планирование работы, то есть создание плана развития сотрудников, куда ты собираешься расти, куда ты будешь расти. Это, в принципе, каждый сотрудник должен понимать. Каждый QA и, в принципе, девелопер. Четкая постановка целей на три месяца. То есть я выбрал три месяца, так как это более-менее реальный слот для того, чтобы увидеть и как-то оценить результаты за три месяца. Дальше. Глобальные цели на следующий год. То есть куда ты хочешь расти, там, в тест-дизайн, в автоматизацию, в какие-то там лоад-тесты. Привязка достижений к зарплатной мотивации. Конечно, у нас пересмотр зарплаты идет раз в год, поэтому по этим результатам можно как бы планировать процент повышения сотруднику. И постоянно там улучшаем, контролируем процесс. Введем там чек-листы, что было сделано, в каком спринте. Включаем там весь спектр работ и управление проектом, и митинги, чтобы мы не забываем ретроспекшены проводить, не забываем какие-то там митинги, спринт-плэннинг, документация, что вся на соответствии, как бы, актуальная up-to-date. Введем вики, управление тестируем, управление тестируем тоже отличается, какие мы баги заводим, какое качество багов, правильно ли description пишется, или, допустим, там у нас тестировщики неграмотно пишут, плюс непонятные шаги для девелоперов делают. Это тоже надо учитывать и проверять. Как ведется работа с багами, не зависают ли они в каких-то статусах. Там, например, project manager не увидел какой-то баг, и он так и себе мимо и прополз в джире. Ну, бывает. Потом мы несколько раз выгребали там 10-20 багов, которые где-то там потерялись между статусами. В каком-то статусе, который был не отражен на GreenHoopers-барде. И окружение для работы, то есть техническое имеется в виду. Jenkins, там continuous integration система или серваки, там сколько у нас виртуальных машин, на каких осях они есть. И наставим самоуправляемость, чтобы каждый проект вел свой чек-лист. То есть в каждом проекте отдельная страничка, где project manager отмечает, что он сделал из этого списка. Там в этом спринте было реализовано. Там добавлены там таски на QA в спринт, там поставлены estimation в часах, в story point. То есть просто проходиться по этому чек-листу и увидеть, как мы этот спринт отработали. Итак, моя любимая цитата Инстана Черчилля. Если продолжаешь идти через ад, продолжай. Теперь вопрос. Спасибо за доклад. Понятно, что вы в работе разработчиков планировали в story point. В чем планировали или в тестировании? Время на тестирование? Мы тоже его в story point планировали. То есть все задачи на тестировщика планировались в story point. И оно отражается в общем velocity. Хорошо получилось. В story point планировали задачи на тестирование. Ну, вышли… Не, мы вышли на более-менее стабильные velocity команды, где были включены и story point на development, и story point на тестирование. То есть мы просто на задачи некоторые, там даже иногда бывали сложные баги, которые мы тоже оценивали в story point. Так как этот баг надо пофиксить в этом спринте, мы видим наши velocity, что вот затрачено столько времени. Плюс дальше я там делал уже выборки по времени, залогированному ребятами. То есть сколько времени было потрачено на development, сколько на фиксирование багов, сколько на тестирование. И эти графики тоже достаточно красиво показывают, сколько вот команда там в спринт потратила реально времени. Второй вопрос. Я правильно понимаю, что команда тестирования у вас работала в том же самом спринте, что и девелопер? Да. Изначально мы хотели разделить их, команду тестирования и девелопер, чтобы они со сдвигом работали. Но получилось неэффективно, поэтому пришлось как бы параллельно их сделать. И вот по требованиям тестировщики писали draft и тест кейсов, разработчики писали код. Потом они как бы вместе соединялись и проводилось там informal testing с фиксацией багов. А почему неэффективно? Со сдвигом. Когда мы это сделали, у нас несколько фичей начались тестировать только в следующем спринте и было уже поздно что-то фиксить, то есть перед релизом. Вот такая проблема возникла, потому что если бы это сразу протестировалось, это сразу было бы найдено. А так вот из-за этого сдвига мы просто вот в зависимости от сложности задач и просто не успели заделиврить вовремя. Спасибо. Спасибо за субтитры. Дальше мы уже собирали статистику, то есть дальше уже мы просто улучшали по ходу. То есть это 3-4 месяца ушло на то, чтобы полностью настроить. И второй вопрос у себя прям, как замотивирует руководство на то, чтобы выделить ресурсы и учим человека на все эти задачи, потому что изначально они по 3 месяца потребуются. Так работа ведется, то есть мы не останавливаем всю разработку и заканчиваем. И это нужно у человека, чтобы нужно найти хорошего, который будет согласен. Ну вот, собственно, компания уже, я попал в такую ситуацию, что компания уже была замотивирована найти QA менеджера, чтобы он решил эти вопросы. То есть и вот у меня получилось их решить именно таким образом и как бы результат сейчас есть. Спасибо. Опять-таки в данной ситуации тестировщики уже ничего не хотели и после овертаймов, после перегрузок, после невыгоденного отпуска, то есть они в принципе были мотивированы. Если есть проблемы, которые надо решить, надо им продать эту идею, по факту вы должны описать эффект, что у вас будет меньше проблем, вы не будете там овертаймить, у вас будут более стабильные релизы, у вас будет меньше факапов, у вас будет уже какой-то, скажем, фидбэк сверху, то есть увидят вашу работу и ее оценят. То есть в принципе эта задача тоже менеджера, именно замотивировать людей. Как это сделать? Ну это действительно надо решить проблемы людей. Надо понять, что у них, в чем проблема у них и предложить решение для их проблем. Тогда они будут мотивированы это делать. Спасибо. Игорь Ильич, спасибо большое. Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Хотел уточнить вот список чек-листа, каким образом вы имеете в виду? Айтемы чек-листа на тестирование вы имеете в виду? Айтемы чек-листа, да, понял. Страница спринта. Айтемы чек-листа, они полностью отражают работу в спринте, то есть что туда входит. Секундочку, сейчас перемотаю. Так, тест тисов. Так, вот это, введение чек-листов для каждого спринта. То есть смотрите, в каждом спринте project manager проходит этот чек-лист. То есть вот, что нам надо делать каждый день. Проверить, что работа залагирована в джиру, то есть увидеть. Оно идет в спринте все. Там, ну надо делать каждый день. Проверить, что burn down properly affected, то есть что он там, соответственно, время или сожгли, плюс время залагирования, там burn up. Почему это надо делать? Потому что у нас некоторые джира айтемы, там баги или задачи, они просто выпадали из спринта, ну как-то их добавили в работу, начали туда лагировать время, а burn down, он не аффектит, потому что спринт айтем не включен в спринт. То есть это каждый день надо делать. Дальше, следующие там каждую неделю, это работа идет соответственно плану, так как у нас есть планирование в project, то есть мы смотрим, что у нас вот там такие-то вещи должны, когда бы их закончили. То есть это проект менеджер проверяет. Дальше, тест кейс каверидж продукта, что он увеличился. Если там дописаны новые фиши, новые тест кейсы, то смотрим общую сумму, дальше там сколько багов за неделю было закрыто, там сколько добавили, сколько в джире, это достаточно просто выбирается. И вот для того, чтобы разделить, ну это я уже для своей статистики сделал, чтобы мне легче было делать, я просто взял, ввел такое поле activity, в котором была записана это задача на development, на тестирование, там на acceptance тестирование или regression, или возможно там на какое-то планирование или дизайн. И вот поэтому выбиралось, что эти все активности, они правильно проставлены в джиро-айтемах. И вот каждый спринт надо проверять, что все задачи на тестирование добавлены в спринт. То есть обычно не добавили, да, и потом как-то разберемся. Нет, все задачи на тестирование должны быть добавлены. Дальше все estimate проставлены, вся статистика собирается по результатам спринта, сколько там багов закрыто, сколько новых багов. Потом все время запланировано, то есть время на задачи, оно в джиро-айтемах есть. И проведены там спринт-планинг, спринт-ресроспекшн и прочие митинги. То есть это каждый спринт делается. Вот так. Для product owner вы имеете в виду в джире или в джире это идут задачи, это немножко разные вещи. В джире он видит задачи, которые будут делаться в спринте. А в чек-листе проект менеджер видит, что все эти активности сделаны. То есть, например, ретроспекшн в product owner увидит на странице проекта на конфликсе, на вики, что вот ретроспекшн прошел, он нажал линку, там видит результат ретроспекшн. Там, например, задачи на тестирование он видит в своем пленбурде на гринхупере. То есть немножко разные вещи. Тот. 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 Выходим с багом. В итоге получается, ключи сделали, а в результате не очень. А что вы в этом случае делаете? Как вы уходитесь в комплекте? Да, действительно, сначала была такая проблема, но как мы ее решили? Поскольку мы ввели логирование времени в джиру, если ты занимаешься багом, ты свое время потрачено, ты логируешь в этот же баг. Потом в конце спринта при сборе статистики, это даже без активности, просто берем время, там создается advanced filter, который выбирает только баги и показывает время, потраченное только на баги. И ты видишь, сколько времени команда потратила в этом спринте на баги. И приблизительно такое время планируешь на следующий спринт. Оно, в принципе, коррелирует вниз-вверх, но со временем вы выходите на более-менее стабильную оценку. То есть сколько времени было потрачено чисто на баги. Было потрачено только так. Хорошо. А если волосити-команда, то все-таки не просто стабильное, что вы… то есть каждый день у вас происходило в период самоговора, что происходит в этой теме? Каждый день. Что-то выкидывали в то, какие-то или нет? То есть вы приходили просто про среднюю волосити-команду? Ну, смотрите, волосити мы измеряли в story point, оно в принципе более-менее стабильное. А вот время, если у нас фиксированные спринты, время должно быть одинаковое. То есть если у нас две недели, у нас там одно количество времени потрачено. Если у нас там четыре недели, у нас там 160 часов потрачено на человека. Ну, плюс-минус. И поэтому сколько времени из этого было потрачено на баги, то есть оно будет достаточно объективно отражать там время за спринт, время там за вот этот период. А выкинуть баги, ну, не баги, там, каждый день все равно это делать, ну, мы не делали. Мы там раз в неделю просматривали и там, ну, действительно, если была такая ситуация, что мы куда-то уезжаем, мы информировали продакт-оунера и там он решал, выкидываем или не выкидываем, там фичу или баг. Ну, вот так. Вопросов нет. Есть. Ну, это больше проблема договоренности с продакт-оунером и с там, там, проект-менеджером. Да, проблема с недокументированными фичами была очень острой, так как фичи просто там без понимания и вколачивали в спринт и во время спринта их разбирали. Мы ввели такую вещь, как acceptance criteria, то есть product owner обязан вписать acceptance criteria, то есть вот он хочет фичу, он должен понимать, что из нее на выходе получается. Если он не может сформулировать там в несколько пунктов acceptance criteria, что он хочет увидеть на выходе, мы эту фичу просто не берем в спринт. То есть мы ее прорабатываем, мы там проводим груминг с командой, но если у нас нет этого acceptance criteria, мы ее в спринт не возьмем. Еще один. Да, все. Можно переградить к фуарам и продолжать этот вопрос? Всем спасибо.